В студии Кристина Каспирович, начинаем с новостей официального Нурсултана. Сегодня в парламенте состоялось совместное заседание ПАЛАТ. Завершилась первая сессия парламента седьмого созыва. В целом, после выборов состав Мажелиса обновился на 70%. Впервые два из семи комитетов Мажелиса возглавила парламентская позиция. Несмотря на сложный карантинный период, работа законодательного органа не прекращалась благодаря современным технологиям. В течение первой сессии было проведено три совместных заседания ПАЛАТ парламента, 23 пленарных заседания Мажелиса и 21 Сената. На рассмотрение обеих палат находилось 104 законопроекта, из которых 63 приняты, а 58 уже подписаны президентом страны. Прежде всего, это законы для поддержки политической реформы, инициированные главой государства. Внесены поправки в выборное законодательство, предусматривающее снижение порога прохождения политических партий в Мажелис. Семи до пяти процента. Введение новой строки против всех, а также прямые выборы акимов сельских округов. Кроме того, приняты изменения по вопросам земельных отношений, запрещающие в частности продажу иностранцам и аренду ими земель сельскохозяйственного назначения. Таким образом, первую сессию парламента 7-го СОЗОВа можно с полным правом назвать сессией законодательной поддержки социально-экономических мер и политических реформ, инициированных руководством страны. Для этого парламент принял важные законы по восстановлению экономического роста и социальной поддержки казахстанцев, по улучшению выборного законодательства, по модернизации судебной системы и других сфер жизни казахстанского общества. Все это не только закрепляет достижения нашей страны за 30 лет независимости, но и создает условия для успешного развития Казахстана на очередном историческом этапе.